Чем государство отличается от республики, чем государство отличается от либертарианской юрисдикции, свободой выхода. В рамках либертарианской юрисдикции, в рамках республики у человека действительно есть долг оборонять республику от внешней угрозы. И это долг, на который республика может человека мобилизать. Единственный способ отказаться исполнять этот долг и вот этого возможности отказа исполнять этот долг ни одно государство не предоставляет, что делает эти государства тираническими. Это возможность отказаться от гражданства моментально, в момент призыва, принять на себя астракизм, быть исторгнутым из республики, но таким образом избежать мобилизации. Это либертианский ответ на вопрос, как вообще должна выглядеть мобилизация в условиях войны. Это совершенно нормально, что у человека перед республикой могут быть обязательства в рамках общественного договора. И эти обязательства человек должен выполнять при условии, что он хочет оставаться частью этого общественного договора. У него должна быть свобода выйти из него, и эта свобода должна гарантироваться. И какое-то количество людей из общественного договора таким образом будет выходить во время войны. Но это же в каждый момент времени гарантирует, что ваша республика будет дееспособна, что в вашей республике не будут появляться люди, которые хотят снимать выгоду из-за ее существования, но не готовы брать на себя ответственность, не готовы брать риски для обеспечения ее существования. И в принципе это гарантирует то, что республика будет оставаться здоровой. Соединенные Штаты изначально задумывались как республика, они перестали ей быть после гражданской войны, после того, как Линкольн республику разрушил. Но фундамент республиканский он остался. И он, конечно, предполагает, что люди могут быть мобилизованы на войну.